МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа Республика в студии. Ольга Пырочкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чебоксарах выдавили итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Отчет представил глава администрации. Алексей Ладыков отметил, что Чебоксары стремятся стать муниципалитетом, комфортным для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. До конца года в столице республики намерены реализовать более 40 перспективных проектов и создать тысячу дополнительных рабочих мест. Облик Чебоксары за последнее время изменился в лучшую сторону. Столичным властям удалось реконструировать большинство дворов, отремонтировать дороги и существенно сократить очереди в детские сады. Михаил Игнатьев отметил, что эту работу необходимо проводить и в последующие годы. Вова Республики напомнила свои позиции – пресекать уплотнительную застройку. Город был зеленым, он должен оставаться зеленым. Я полагаю, если интересы бизнеса, поставить любой объект на коммуникации – это удешевляет. Но сегодня в северо-западном районе в разных уголках, в центре города появляются объекты. Понятно, мне молодые руководители города говорят, не мы подписывали разрешение на строительство, но даже с предпринимателем можно встречаться, договариваться и отменить даже принятые, выданные и исходно-расследовательные документации. На расширенном совещании обсудили и параметры столичного бюджета. По итогам шести месяцев в муниципальную казну поступило больше собственных доходов. На что чебоксарские власти делают ставку и каким видит будущее города? Подробнее об этом мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Республика». Перспективой развития столичных промышленных предприятий стали основной темой встречи главы Чувашия с рабочими коллективами. Михаил Игнатьев ознакомился с производством Чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус» и Чебоксарского завода силовых агрегатов. В текущем году за первые полугодия Чебоксарский завод силовых агрегатов получил более чем тройную прибыль. На предприятии растет численность и уровень зарплаты. Глава Чувашия осмотрел новые площади по производству комплектующих, а также реконструируемый инженерно-лабораторный корпус. Когда молодые люди, выпускники среднепрофессионального образования, высшего профессионального образования приходят на завод, встают около станка и начинают работать на новых современных станках, которые практически все в автоматическом режиме, я рад. Я рад, я горд, благодарен родителям, учителям. У заводчан было немало вопросов в голове. Их интересуют ремонт и строительство дорог, социальная защита населения. Михаил Игнатьев отметил, что на решение вопросов социальной защиты в этом году предусмотрено свыше 7 миллиардов рублей. Часть сотрудников предприятия когда-то работали на тракторном заводе, поэтому им не безразлична судьба концерна «Тракторные заводы». Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил управляющему долгами концерна обеспечить рассмотрение вопроса на ближайшем заседании в сентябре 2016 года, отметил глава республики. В сентябре месяце должен состояться наблюдательный совет, и акции будут переданы, это практически собственность Российской Федерации. Мы отслеживаем, насколько можно влиять влияние. Нужны, конечно, оборотные средства. Сам завод в числе перспективных заводов Российской Федерации. В ходе встречи с работниками Чебоксарского лифтостроительного завода инженеры и рабочие просили ускорить открытие детского сада в микрорайоне Садовой и строительство дорог и школ. Глава Чувашия почифнул, что в республике сформирована благоприятная среда для развития малого и среднего бизнеса. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Более 24 миллионов рублей получат учреждения образования и здравоохранения Чувашия. Распоряжение о выделении этих средств накануне подписал президент России Владимир Путин. 10 миллионов из этих средств будут направлены на ремонт здания детской больницы номер 2 в городе Чебоксары. 14 миллионов выделят на капитальный ремонт здания Центра образования и комплексного сопровождения детей в Канаше. Меньше месяца осталось до выборов в Государственную Думу России 7-го созыва и Государственный Совет Чувашии 6-го созыва. К единому дню голосования готовятся все партии. Агитация в разгаре. Вот что рассказали в недавно созданной партии «Роста» и в региональном отделении политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». Предвыборная агитация уже началась. Мы тоже встречаемся с избирателями, с доверенными лицами. Встречаемся с избирателями. Сейчас готовим агитационные материалы. И надеемся, что за оставшееся время мы эффективно и плодотворно проведем встречи с избирателями. Никаких претензий в принципе у нас нет. Выборы проходят цивилизованно, как и должно быть. Выборная кампания идет, как говорят, своим чередом. Мы делаем всю работу, которую надо проводить или проводить все другие партии. У нас партии, если судить по участию в выборах Государственной Думы и Госсовет, молодая партия. По нашему партийному списку в Государственный Совет вынимано 57 человек. Все эти люди и их команда пытаются донести проблему и на что будут направлять свои усилия при выборе у нас Госдумы и Госсовет наши депутаты. Поэтому мы выпускаем агитматериалы. Это газета «Наша старая гвардия», где пытаемся донести до людей нашу программу. Это, значит, листовки, ну, конечно, в основном встречи, в первую очередь встречи с людьми. Выборы в участии не первый год, поэтому могу сказать, что в этом году действительно наверняка вот то, что говорил Владимир Владимирович Путин, и то, что глава республики тоже говорил, что выборы должны быть открытыми, честными и прочими, она, значит, скажем так, процентов 90-95 выполняется. Готовятся к выборам и партия «Единая Россия» накануне прошло заседание общественного штаба поддержки курса президента России. Члены общественных организаций республики, учителя, врачи, работники культуры, представители военных, патриотических, национально-культурных объединений собрались, чтобы обсудить линию руководителя страны и партии. На выборы «Единым фронтом» под таким девизом прошло первое заседание общественного штаба поддержки курса президента России и партии «Единая Россия», которая объединила более 70 известных людей в Чувашии. Меня волнуют вопросы здравоохранения, потому что все, что касается жизни и здоровья наших граждан, это всегда на первом месте. На встрече обсудили наиболее волнующие жители Чувашии вопросы, например, укрепление института семьи и материнства, улучшение медицинского обслуживания, строительство школ и детских садов, привлечение инвестиций в экономику республики. Председатель комитета Госдумы России по образованию Вячеслав Никонов заметил, что 15 лет назад экономика была разорвана в клочья. За это время удалось восстановить и производство, и авторитет страны. Сейчас тоже предстоит решать непростые задачи. 15 лет назад мы вымирали со скоростью миллион человек в год. Население нашей страны стремительно падало. Ни один прогноз в мире не давал нам роста населения. Сегодня мы растем. У нас демократический взрыв, в результате которого мы решаем задачи, связанные со строительством детских садов и школ. Побольше бы нам таких проблем. Голова Чуваши Михаил Игнатьев напомнил собравшимся, что за последние годы Чуваша планомерно решала многие социальные вопросы, развивала, несмотря на кризис, промышленное производство и аграрный сектор. И в этом тоже есть заслуга общественных организаций республики. Общественники, они всегда дают всем кандидатам и должностным лицам, которые работают, обратную связь. И мы, как члены команды президента Российской Федерации, только в одной команде будем работать на благо жителей Чувашской республики, граждан России, во благо нашей любимой России и во благо нашей Чувашии. Волговятский банк ПАО «Сбербанк» в начале августа возглавил новый вице-президент, председатель Петр Калтыпин. Ранее он занимал должность старшего вице-президента ПАО «Сбербанк» и курировал блок территориального развития. В ходе рабочей встречи глава Чувашии Михаил Игнатьев и новый руководитель Волговятского отделения обсудили основные направления сотрудничества и дальнейшие перспективы взаимодействия. Петр Калтыпин подчеркнул, что «Сбербанк» заинтересован во всевозможных вариантах партнерства с региональным правительством в целях социально-экономического развития Чувашии. Для этой цели в районах республики планомерно создавалась сеть офисов. Очень важно для республики, чтобы эта сельская сеть на сегодняшний день была сохранена. И мы на сегодняшний день, пока мы не придумаем эффективных альтернативных источников обслуживания населения, и пока мы не найдем, скажем, пути для того, чтобы население научилось пользоваться нашими удаленными каналами обслуживания, мы будем сельскую сеть свою держать. Мы должны поддерживать и поддерживать село, и поддерживать власть, и поддерживать население. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил руководство «Сбербанка» за эффективную работу на территории республики и конструктивное взаимодействие. Мы со стороны органов государственной власти и со стороны органов местного самоправления создаем благоприятную среду для работы всех банковских структур. На эффективной такой основе будем только сотрудничать. С одной единственной целью – стимулировать наших предпринимателей. Сбербанк является одним из основных кредиторов республиканской экономики. Общий объем финансирования только за первое полугодие 2016 года превысил 50 миллиардов рублей. Наибольшую финансовую поддержку банка получили предприятия, обрабатывающие промышленности, сельского и лесного хозяйства, оптовые и розничные торговли. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В Новочебоксарске прошел необычный медицинский форум. Участвовали врачебные семейные династии. Таких в Чувашии более 160, некоторые насчитывают по 5 поколений. Начиная от знахарок и заканчивая студентами медицинских факультетов. Лечить людей не профессия, а призвание. Принося клятву Гиппократа, любой медицинский работник вступает на путь служения людям. Далеко не каждый способен на это, ведь профессиональным навыкам можно обучиться. А такие качества, как бескорыстие, сострадание, терпимость и милосердие, даются от рождения. У представителей медицинских династий они в генах. Вы своим примером показываете, как нужно служить нашим людям, как нужно оказывать медицинскую помощь и как можно отдавать всего себя во имя спасения жизни человека. Есть семейные династии, в которых только врачи. Есть сестринские династии. Есть такие, в которых представлены все медицинские работники. Как правило, одна семья трудится в разных направлениях здравоохранения, приумножая и дополняя знания и опыт друг друга. В результатах усилий становится все заметнее. Растет количество долгожителей. Перешагнули люди за 100 лет. Количество многодетных семей растет. За последние годы эта цифра увеличилась на 33%. У нас практически здоровых людей с каждым годом все больше и больше становится. Особенно символично, что семейные династии чествовали в год человека труда. Ведь лечить людей – это труд. Столь же тяжелой, сколь и благодарный. Принято считать, что самые династические профессии учителя и врачи. Последние особенно многочисленные и насчитывают несколько поколений. Почему так получается, мы узнали у врачей Арсютовых. Представители этой династии работают во всех ведущих клиниках Чуваши. Знакомьтесь, Геннадий Петрович Арсютов – заместитель главного врача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в городе Чебоксары. Именно он считается основателем семейной династии докторов. Правда, на выбор профессии повлиял тот факт, что родная тетя вышла замуж за врача-хирурга из другой известной династии – Волковых. В этом течение приезжал к нам молодой хирург. У нас был в гостях, отец у нас был династии школы, он рассказывал про свою профессию хирурга. И после этого у меня возникли, как сказать, перемены профориентации в жизни, быть врачом, как вот он, доктор Волков Зиноникан. Следом за старшим на медицинский факультет поступил и младший брат Геннадия Петровича. Хирургом стал и племянник. Приобретя необходимый опыт, Олег Арсетов защитился и начал обучать студентов. Сегодня, спустя много лет, признается – он не смог бы быть никем иным, кроме как врачом. Отец как-то повлиял на выбор темы? Естественно, он мой руководитель. В принципе, все благодаря ему, я считаю. То, что я пошел вообще в медицину, то, что связался с хирургией в своей жизни – это все благодаря отцу. Неудивительно, в семьях Арсетовых в любом разговоре преобладают медицинские термины, а вместо художественной прозы дети читают врачебную литературу. Однако сын Геннадия Петровича Арсетова, Дмитрий, в детстве мечтал о профессии водителя. Правда, в очень раннем детстве. Мы жили на Мечного Павлова, я помню, 18-й автобус там ходил. Вот у меня мама ездила, будучи врачом-терапевтом, значит, в медицинской части ХБК в то время. Вот. И этот автобус ходил крайне, ну, не то, что крайне редко, но довольно-таки редко. Приходилось долго ждать. Я говорил маме, мама, я, наверное, вырасту, и обязательно буду на этом автобусе ездить, чтобы тебя все время на работу вовремя возить. Но даже в первых классах, в первых классах, когда была ситуация, что, допустим, может быть, не с кем было мне остаться дома. В то время, так сказать, бабушки у нас жили довольно-таки далеко. Поэтому я очень часто бывал на работе именно у мамы. Ну и, соответственно, вся... Водителем Дмитрий Геннадьевич не стал, а стал офтальмологом. И сейчас заведует больницей на Ашмарино. Через его руки ежедневно проходят десятки пациентов, которым он возвращает возможность жить полной жизнью, видеть прекрасное и наслаждаться буйством красок. Пациент у нас будет видеть уже завтра. Пока, конечно, он будет получать лечение. У него будет примерно где-то пять дней после операционного такого наблюдения. Мы будем делать ему инъекции противовоспалительные. И, соответственно, где-то в конце недели он будет выписан. Сегодня Дмитрий Арсютов, как и его братья, сам пример для подражания. Совсем скоро династия станет еще многочисленнее. Я соглас полностью моим сыновьям уже 15-14 лет. Очень ответственно заявляют, что другого для себя пути тоже не видят. И старший сын уже тоже совершает определенные шаги, которые, наверное, двигают его именно в направлении медицины. Это поступление в медицинский лицей. Конечно, выбор профессии – дело личное. И настаивать, чтобы сыновья поступали на медицинский, Дмитрий Геннадьевич не будет. Зато готов познакомить их с работой врача поближе. Пусть решат, подходит им это или нет. В глубине души отец уверен – конечно, подходит. Они же Арсютовы. Жители столицы республики уже не первый день жалуются на неприятный запах на улицах города. Причем ощущается он во всех районах Чебоксар. В чем причина запаха, будут выяснять специалисты управления Роспотребнадзора по Чувашии. Сегодня в управление поступило многочисленное количество жалоб, заявлений от горожан на специфический запах. Мы организовали лабораторные исследования атмосферного воздуха на наличие вредных веществ, их превышение предельно допустимых концентраций. В 7 точках города исследовали воздух и в двух населенных пунктах около Лапсарской птицефабрики, потому что в основном жаловались на запах птичьего помета. И в результате лабораторных испытаний установлено по улице Ашмарина и около мясокомбината по Канажскому шоссе превышение аммиака в полтора-два с половиной раза предельно допустимых концентраций. Сейчас с нами будет организована внеплановая проверка в отношении мясокомбината. Будем проверять, как они обращаются с отходами производства. Безопасность детей на дорогах – задача общественная. В преддверии нового учебного года чебоксарские власти вплотную занялись улучшением дорожно-транспортной инфраструктуры города. Этот перекресток всегда имел дурную славу. В январе этого года на пересечении Кукшумской и Эгерского бульвара столкнулись три автомобиля. В тот раз жертв чудом удалось избежать. А пару дней назад лоб в лоб столкнулись с газель и мотоцикл. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. По Кукшумской улице очень любят погонять автомобилистов. Пешеходов мало, дорога прямая. И мало кого смущает, что рядом 47-я школа и максимальная разрешенная скорость на данном участке – 40 км в час. Знак, сообщающий, это уже побледнело от времени. Как и лежачий полицейский близ перекрестка. В плане по реконструкции дорожных объектов этот участок стоял на первом месте. Для привлечения внимания водителей были заменены знаки с меньшего формата на увеличенный формат с желтым фоном. Также была нанесена разметка. Всего к учебному году будет обновлена разметка на 178 участках дороги. Заменены отреставрировано несколько сотен знаков и открыты новые светофорные объекты. Открывается новый светофорный объект – Дементьево-Богдана Хмельницкая. Там новый оживленный район вырос, как знаете вы. То есть очень большая задержка. Не могут выехать с Дементьева, а попасть на Богдана Хмельницкого. Для этого было принято решение о строительстве этого светофорного объекта. Ремонтная работа продолжится до конца октября. К этому времени будет открыто еще пять регулируемых пешеходных переходов. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. В продолжение темы безопасности учебных заведений. Перед учебным годом. Редкие, но интенсивные дожди начали подмывать грунт напротив гимназии номер 4. Стройплощадка рядом с учебным заведением уже больше года. А предмет общественных баталий. По данным специалистов, плиточное перекрытие могло подмыть и перекосить из-за отсутствия на объекте ливневой канализации. В администрации города прошло совещание с руководителями предприятий ЖКХ. По результатам совещания в адрес ответственных лиц направлено задание привести аварийный участок в должное состояние на этой неделе, говорится в официальном пресс-релизе на сайте администрации города. Сегодня в четверг на участке действительно начались работы. Несколько рабочих и трактор пытаются уложить грунт вдоль покосившегося забора. Прокуратура Ленинского района столицы проводила проверку. Выяснилось, что по периметру стройплощадки произошло обрушение стены котлована, а также обрушение подпор, предназначенных для закрепления стены котлована. На объекте нет охраны, рабочих, а строительные работы не ведутся. Напомним, что не ведутся они уже около года. Застройщик осужден за мошенничество на пять лет. Кстати, подобное ЧП со стройплощадкой произошло не в первый раз. В прошлом году также накануне 1 сентября размыло асфальтированную дорогу. Жители, родители, учеников гимназии считают, что важно не просто устранить последствия обрушения грунта, а принимать решение о будущем заброшенной стройке. Она явно не на месте. Таковы события четверга. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин